Рыбалка Наши постоянные клиенты знают, что мы базируемся в Коста-Рике, но при этом мы рыбачим во многих странах То есть нами охвачена вся Латинская Америка, Центральная Америка, многие Карибские острова, Флорида, Техас, Аляска, Канада, Папуа, Новая Гвинея и практически вся Африка То есть это огромный выбор стран и тем не менее мы живем именно здесь, в Коста-Рике И сегодня я бы хотел объяснить, чем мотивирован этот выбор и почему, посмотрев рыбалку в стольких странах, я считаю, что Коста-Рика на сегодняшний день по океанической рыбалке это номер один До Коста-Рики я жил на Сейшелах и затем на Маврике, то есть я прекрасно знаю, что представляет собой рыбалка в Индийском океане Я мониторю отчеты лучших шкиперов мира, которые мне присылает Международная Ассоциация Трофейной Рыбалки, пожизненным членом которой я являюсь уже много лет Когда я жил на Сейшелах, мы ловили примерно 20-25 марлинов в год И нам казалось это нормальным, потому что все остальные вокруг ловили меньше Но читая отчеты от разных шкиперов, я вот наткнулся на информацию от одного из лучших шкиперов мира, который проводил в Коста-Рике рыбалки с ночевками в океане И я там читал, что он поймал 15 марлинов, 17 марлинов, 20 марлинов за пару дней буквально Меня это заинтересовало, мы с ним начали взаимодействовать и буквально на следующий год провели совместно несколько похожих рыбалок Я действительно убедился, что такие результаты они реальны, то есть это не какая-то самореклама, то есть это действительно можно это делать Но при соблюдении некоторых условий, о которых я расскажу чуть позже Итак, вот уже 7 лет мы живем в Коста-Рике Давайте все-таки разберемся, почему так получилось Во-первых, это круглогодичный сезон рыбалок Во-вторых, у нас рядом два океана То есть мы сейчас с вами находимся на Тихом океане Можем порыбачить здесь, а уже завтра перелететь на Карибы и рыбачить в Атлантическом океане Уже 5 лет в Коста-Рике проходит финал чемпионата мира по ловле марлинов и парусников То есть не только мной, а всей мировой рыболовной общественностью Коста-Рика уже 5 лет признана столицей рыбалки Потому что раньше этот чемпионат на протяжении всей истории Он проходил каждый год, финал был в разных странах Но повторюсь, что Коста-Рика уже узурпировала этот финал И отдавать его никому не собирается И это на самом деле говорит только об одном О том, что действительно здесь самая гарантированная, самая надежная, стабильная и результативная рыбалка Также, когда мы выбирали локацию, мы думали о безопасности наших клиентов На сегодняшний день Коста-Рика – это одна из самых безопасных стран Латинской Америки И считается латиноамериканской Швейцарией 50% территории страны – это национальные парки И там нельзя ни строить, ни каким образом портить природу То есть даже с собой унести там камушек или там какое-то животное Это считается уже преступлением Кстати, в Коста-Рике очень сильно охраняется природа И на мой взгляд это очень важно Потому что в соседней, допустим, Никарагуа Природа полностью испорчена И вы не увидите на улицах даже ягуан Потому что местные их кушают Прямо в поселке, где мы сейчас с вами находимся вечером Можно увидеть носуха, енотов, ленивцев, броненосцев, обезьян, туканов Различные виды попугая в калибре То есть все дышит И коста-риканцы научились взаимодействовать с природой Охранять ее И жить рядом с дикими животными Не причиняя им никакого вреда Также в Коста-Рике очень большое количество Природных достопримечательностей То есть у нас есть помимо двух океанов Красивейшие реки Где можно рыбачить, заниматься рафтингом Есть интересные водопады Есть масса вулканов Пещеры То есть, ну, опять же, это столица серфинга То есть еще один раз использую слово столица То есть помимо столицы рыбалки океанической Коста-Рика Также столицы серфинга То есть очень много сошлось интересного на такой маленькой территории И я считаю, что это действительно уникальное место Однако давайте вернемся к рыбалке И посмотрим вместе с вами, проведем небольшой анализ Почему именно здесь удается стабильно ловить марлинов И стабильно ловить их много И как мы этого добиваемся Самым главным фактором в Коста-Рике Да и в принципе в любой стране мира Где мы организуем рыбалки Самым главным фактором являются люди То есть капитаны, шкиперы, матросы С которыми вы будете рыбачить Здесь нам удалось собрать три замечательные команды Лучшая, каждая в своем регионе Специалистов такого уровня я видел очень мало То есть я встречал такого класса рыбаков Только в США, во Флориде На Багамах там были какие-то проблески И в Кении Если сравнивать с другими странами То там, конечно, уровень намного ниже Наш шкипер, с которым мы рыбачим на Тихом океане Зарегистрировал 250 мировых рекордов Дважды был признан лучшим шкипером мира IJFA То есть Международной ассоциацией трофейной рыбалки И это уникальный показатель За марлинами мы ходим с двумя Или даже с тремя ночевками Смысл таких рыбалок в том, что мы уходим достаточно далеко От запрессованной акватории Потому что здесь вот стоит в марине 200 лодок Из этих 200 лодок, я думаю, что 50 выходит рыбачить Ну, в такой обычный нормальный день И они рыбачат 20-25 миль от берега То есть когда мы уходим на 100-150 миль от берега Мы полностью исключаем шанс столкнуться с уже наколотой рыбой Потому что если марлин сегодня у вас клюнул То в ближайшие 3-4 дня он, даже если вы его отпустили А здесь их обязательно нужно отпускать в Коста-Рике Даже отпущенный марлин он в течение 3-4 дней уже не клюнет То есть когда мы уходим далеко Мы вот эту вот всю акваторию запрессованную Мы ее оставляем позади И идем к вершинам подводных гор То есть у нас есть четкие привязки Куда мы движемся за рыбой То есть мы изначально знаем, где она находится И где мы с ней встретимся На этих вершинах гор мы построили такие аттракторы То есть это, представьте, вершина горы Она не доходит где-то 200 метров до поверхности То есть вот высотой 150-160 метров Мы строим такую конструкцию из бетонных блоков Потом идут тросы такие, ну как канаты И сетки, и поплывки, естественно То есть все это не доходит до поверхности метров 40 Чтобы могли проходить большие корабли У нас рядом Панамский канал И такой серьезный трафик идет именно контейнеровозов Они рыбалке никак не вредят Но если они пройдут над точкой, где стоит наш аттрактор Они его просто порвут Поэтому мы их делаем с небольшим заглублением И они полностью скрыты от глаз То есть про них точное местоположение никто не знает Ставится точка на GPS И только несколько капитанов знают Где можно круглогодично, гарантированно встретить марлинов Причем марлины, они раньше мигрировали Сейчас они никуда не уходят То есть эта конструкция, она обрастает водорослями В ней заводится много мелкой рыбы За мелкой рыбой приходит вот такого размера тунец, бонита И начинает там жить Причем в таком количестве, что вы на эхолоте Когда смотрите Эхолот не пробивает вот эту всю плотность тунца Он показывает просто как огромное облако рыбы Через которое даже сигнал эхолота с трудом проходит То есть, естественно, марлины, парусники, акулы И другие пелагические хищники Они крутятся вокруг этих точек И постоянно питаются вот этим вот небольшим тунцом Своей любимой пищей За двое суток такой рыбалки Наши гости берут гораздо больше трофеев Чем за 2-3 недели рыбалки возле берега Тем более, ни у кого нет столько времени и терпения Чтобы, знаете, как это Кататься в надежде на какое-то чудо То есть мы, если делаем тур на марлинов Мы идем и их ловим Причем мы ловим их не только троллингом Но даже нахлостом Вот, если вы хотите ловить спиннингом Их можно ловить спиннингом Я делал рыбалки на поперы Вот, можно другие наживки использовать То есть, когда их много Как его поймать Это уже вопрос ваших предпочтений техники То есть вы либо хотите поймать много троллингом Либо хотите поймать немного, но спиннингом или нахлостом И получить больше удовольствия Огромная просьба Не сравнивать то, что мы делаем с тем, что делают другие То есть мы работаем на результат У нас лучшие шкиперы, лучшие катера Лучшие команды, лучшие снасти Мы не экономим топливо То есть мы, как я уже объяснил, ходим далеко Вкладываем деньги в инфраструктуру То есть создаем вот эти вот Аттракторы, которых у нас несколько И также, смотрите, какой момент То есть вот стандартный рыболовный чартер На котором катают туристов Он выходит из марины в 7 часов утра Пропуская тем самым утреннюю зорьку Все рыбаки, все все понимают Возвращается он в марину в 4-5 часов вечера Профукивая таким образом вечернюю зорьку Я думаю, что комментарии излишни То есть один подход это Покатать клиентов с заброшенными спиннингами И посмотреть, может быть, что-то клюнет А другой подход это сделать гарантированную Надежную рыбалку С максимальным вложением сил средств И достижением максимального результата И такие рыбалки с ночевками Мы научились делать очень комфортными То есть мы обычно используем 64-футовый катер Который специально создан для рыбалки И специально создан для рыбалки В течение нескольких дней Также он оборудован системой активного подавления качки Кстати, океан в Коста-Рике очень спокойный По сравнению даже с соседними странами То есть у нас выступает очень серьезный полуостров Который защищает эту часть побережья То есть мы находимся как в таком огромнейшем заливе Где нету штормов То есть у нас даже парусники ходят редко Но тем не менее вот эта система подавления качки О которой я говорил Она дает еще больше комфорта Вот Гости у нас размещаются в просторных каютах Где полноценные кровати В каждый санузел Естественно кондиционеры Большой салон есть Где полностью оборудованная кухня Повар, который готовит очень вкусное блюдо Я иногда сам тоже готовлю лобстеров Или какие-то другие деликатесы Вот и вы не замечаете вот этих вот Никакого дискомфорта То есть 2-3 дня пролетают очень быстро Потому что утром в 5 утра Мы накрываем завтрак Где-то в 5.30-6 мы уже рыбачим То есть потом мы делаем второй завтрак Потом между рыбалкой все это так быстро проходит Обед, ужин День пролетает незаметно И так же можно купаться Вот многие меня спрашивают Можно ли в Коста-Рике купаться? Да, можно Потому что опасных акул у нас практически нет И не было зарегистрированных случаев Нападения акул на людей То есть это тоже очень приятно Классно, ну дает такую как это Смену обстановки Можно во время рыбалки покупаться Даже мы делаем под водой фото Когда отпускаем парусников или марлинов Можно с ними нырнуть Сделать подводное фото Такого точно ни у кого из ваших друзей нет Наша команда, она натренирована Не только на результат по рыбалке Но так же мы стараемся Создать комфортные условия И обеспечить интересную С гастрономической точки зрения Ситуацию на борту То есть если мы поймали тунца То через несколько минут У нас будет на столе сашими Если мы поймали корифену То можно из нее сделать филе пожарить То есть мы стараемся Не вот знаете Не как стандартные чартеры Покупать какую-то еду Потом ее разогревать в микроволновке И делать вид, что ее приготовили Нет, у нас хороший повар Мы все это дело сами любим Уважаем И стараемся, чтобы всем было вкусно И была возможность отведать Именно то, что вы поймали То есть если ночью можно наловить кальмаров Так их надо наловить и пожарить Правильно? Лучший способ посмотреть Тихоокеанское побережье Коста-Рики Это рыболовные круизы То есть из того места, где мы базируемся Можно уйти в сторону Панамы А можно уйти на остров Кокос Остров Кокос Это очень красивое место Входит в десятку лучших мест в мире Для дайверов То есть можно сделать такой частный круиз Который будет совмещать в себе И рыбалку, и дайвинг Можно пойти в сторону Панамы Как я уже говорил Там есть тоже очень интересный полуостров Дельканье Там много таких мест Где можно рустеров половить То есть более разнообразная рыбалка Прибрежная Мы там программу снимали По-моему 10 видов рыбы За один день поймали на камеру И это не были марлиные парусники Потому что когда мы делаем такие круизы Мы сначала уходим за марлинами парусниками Потом прижимаемся к берегу И делаем там совершенно другую рыбалку Можно в Панаму уйти Там остров Каиба Красивейшие острова Красивейшие пляжи Тоже очень комфортная Интересная поездка может получиться Если вы хотите принять участие В рыболовных чемпионатах То помимо тех чемпионатов Которые мы полностью проводим Сами для членов нашего клуба рыболовного Royal Fishing Club Можно принять участие В международных чемпионатах Которые проходят в Коста-Рике И для этих чемпионатов Мы подготовим заранее катер, команду Оформим все необходимые для участия документы Вам только останется приехать И бороться за большие призы У нас есть серьезные чемпионаты С призами по несколько сотен тысяч долларов И это такое как рыболовное казино То есть в принципе выиграть можно Если заранее хорошо подготовиться Иметь классного капитана и стратегию Кстати, для тех, кто хочет участвовать в наших турах Но у кого нет компании Единомышленников, с кем поехать на рыбалку Есть очень интересный проект Я сейчас сделал отдельный YouTube канал Он называется Royal Fishing Club То есть это рыболовный клуб всех наших постоянных клиентов И участвуя в мероприятиях Вы можете сформировать компанию Которая потом будет постоянными вашими спутниками Не только в Коста-Рике Но и по всем другим нашим направлениям Или даже вы можете сами куда-нибудь поехать Там на рыбалку, на охоту В России То есть мы такие мероприятия неоднократно делали И очень приятно смотреть Как клиенты находят новых друзей И как это в дальнейшем выливается Не только в совместный досуг Но и даже в определенные бизнес-проекты Так что я дам ссылочку на YouTube канал Royal Fishing Club Если вам интересно будет Пожалуйста, подписывайтесь В Коста-Рике мы размещаем наших клиентов В поселке Лосуэнес Это лучший поселок Латинской Америки По уровню комфорта Он занимает площадь около 400 гектар Причем большая часть это нетронутые джунгли Здесь у нас есть гольф-поле большое У нас есть 12 ресторанов Большой пляжный клуб Винный бутик Есть сигарный магазин Есть банки Есть... Что у нас еще? Есть спа То есть, ну, масса вариантов Чем можно здесь заняться И очень комфортно можно проводить время Не только с рыбаками Но можно вполне приехать с семьей И пока вы будете рыбачить Для вашей семьи мы организуем экскурсии В зависимости от размера вашей компании Мы разместим вас либо на вилле Либо в апартаментах И то, и другое высочайшего уровня Это очень комфортно К вам будет приходить повар утром Который будет готовить завтраки Также, если вы не хотите ужинать в ресторанах Мы можем организовать любую вечеринку на вилле Или тот же повар может приготовить вам свежепойманную рыбу Также каждой компании будет предоставлено Один или несколько гольфкаров Вот таких, как вы видите в данном видео Это очень удобно То есть, каждый раз садиться в машину Там кондиционер И так сначала жарко, потом холодно Зачем? Вы сели на гольфкар, прокатились по поселку Все время дышите свежим морским воздухом То есть, очень удобный вид транспорта Опять же, вы ни от кого не зависите Кто-то захотел, поехал в ресторан Кто-то захотел, поехал на пляж Очень удобно В основном рыбаки приезжают ко мне С мечтой поймать марлина Или несколько марлинов И также парусников То есть, да, мы, допустим, это сделаем За 2-3 дня Но если у вас есть больше времени То почему не посмотреть другие локации Вот, допустим, если отправиться отсюда На Атлантический океан То можно половить тарпона Замечательный трофей Тарпон – это отличная, очень спортивная, классная рыба Которая борется вообще сильнее, чем вы можете себе представить Даже в самых смелых мечтах В Коста-Рике максимально они достигают где-то 160 килограмм Но таких рыб удается вытащить крайне редко Потому что дури в них просто вообще миллион Также они делают свечки, во время которых трясут головой, как щука И очень хорошо умеют вытрясать приманки То есть рыбалка крайне спортивная Это никакой не троллинг Это чисто ловля в заброс И вы можете ловить так, как вы хотите Хоть спиннингом, хоть нахлостом В любом случае заряд адреналина вам обеспечен После того, как тарпон будет у вас на крючке Он будет бороться до последнего То есть у меня был случай Я тащил примерно 100 килограммового тарпона Около 4 часов Снасть была легкая, рыба крупная И еще такая очень боевая Но тем не менее мы его вытащили И сделали фотографии И, так сказать, довели дело до логического завершения Но были случаи, когда клиенты просто сдавались То есть после там 2-3 часов борьбы Мы резали снасть Потому что настолько крупные и сильные тарпоны Что у нас светового дня не хватало Чтобы логическое завершение произошло И чтобы мы вывели либо на берег этого тарпона Либо к катеру подвели Просто не получалось Но рыбины есть Есть и по 140 килограмм я таких рыбин видел И мы даже некоторых доставали Шкиперы в шутку называют тарпоны убийцей рыбаков Вы знаете, я думаю, что еще здесь проблема была в снастях То есть мы нашли в Америке снасти Которые позволяют и вытащить практически любого тарпона И в то же время получать удовольствие от рыбалки Потому что когда вы слишком тяжелой снастью целый день бросаете Вы устаете То есть вот мы нашли такие спиннинги, подобрали Что в принципе ими очень интересно ловить Они очень легкие, катушки тоже облегченные Но в то же время, если вам садится тарпон реально огромный То вы его довольно быстро такой снастью ушатаете и вытащите Если вы хотите посетить Коста-Рику с семьей, с детьми То обязательно приезжайте Мы добавим к тем локациям, о которых я уже говорил Поездку на термальные источники, пляжи, вулканы Мы с вами можем посетить дождевые леса Различные национальные парки, пещеры То есть Коста-Рика очень интересная страна Дети точно будут в восторге И вы отлично проведете время Спасибо вам за внимание Надеюсь, что у всех все хорошо И скоро мы с вами увидимся в Коста-Рике Огромного вам счастья! Субтитры создавал DimaTorzok